Клятва народу Казахстана. Новые указы и реформы по защите интересов государства и жителей. Ровно год назад, в этот день, Касым Жумар Тукаев официально вступил в должность президента после уверенной победы на выборах. Тогда на инаугурации новоиспеченный глава государства заявил, что будущее многонациональной республики видит в едином обществе, а стране нужны Национальный совет общественного доверия, социальные, политические и экономические реформы. Что сделано за эти 12 месяцев управления государством? Мнение отечественных и зарубежных экспертов собрал Эльзат Акчурин. Первый в истории современного Казахстана транзит власти, безусловно, останется в нашей с вами памяти. Бесмена, руководящий страной в течение 27 лет, Нурсултан Азарбаев, 19 марта прошлого года, сложил полномочия. Ельбасы на главном государственном посту сменил бывший спикер сената Касым Жумар Тукаев. Он одержал уверенную победу на президентских выборах, набрав более 70% голосов избирателей. Транзит власти прошел успешно, потому что Казахстан стал первой страной в Центральной Азии. Президент, который самостоятельно сложил полномочия. Были соблюдены основные законы о Конституции. Касым Жумар Тукаев, придя к власти, сразу же начал проводить реформы. Мы видим, как ваша страна переходит на новый этап развития, который признали на международной арене. В новом статусе избранный глава государства провел расширенную пресс-конференцию в аккорде, где мне выпала возможность задать ему вопрос. Как быть казахстанцем с маленькими зарплатами, безработицей и жильем? На что Касым Жумар Тукаев пообещал выполнить все социальные обязательства перед населением. Я не случайно сказал о справедливой социальной политике. Они будут решаться. Здесь очень такой деликатный и сложный баланс подходов. С одной стороны, мы, конечно же, должны направлять деньги, финансы на развитие Казахстана. Мы не можем поступающие доходы в бюджет просто раздавать, 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 раздавать. Порождая тем самым соответствующие настроения среди людей. Мы должны создавать обстановку труда. Более детально о своих амбициозных планах по управлению страной на ближайшие пять лет президент рассказал уже на инаугурации. Он заявил, что сильным и процветающим Казахстан видит в едином и нерасковатом обществе. Поэтому республике нужен Национальный совет общественного доверия. Некая платформа диалога между властью и обществом. Важный аспект которой – помощь нуждающимся и поддержка бизнеса. Это экспертная структура, в которой, благодаря вот этой годовой деятельности, многие люди, на самом деле эксперты, сильно повысили уровень своей квалификации. Скажем, самое простое – это, конечно, говорить и предлагать. А когда приходится участвовать, реально участвовать в создании законов, написании законов, в спорах, ходить на рабочие группы, ходить на комитеты Мажелиса и Сената, там доказывать свою правоту – это совсем другой уровень квалификации и серьезности. Меньше чем за год участники Национального совета общественного доверия, куда входят 44 человека, политические деятели, эксперты, медийные и интернет-персоны собирались трижды. Обсуждали политическую модернизацию, внесение изменений в закон о митингах. Теперь разрешение на мирные собрания носит уведомительный характер СМИ, выборах, парламенте и статусе депутатов. Говорили об упрощении процедуры регистрации партии, необходимости реформы казахского языка и повышении зарплат врачам. Зашла речь и о проблемах сферы образования, цифровизации медицины и создании системы биологической безопасности страны. Высказаться смог каждый участник. Неоднократно оказывалась адресная помощь, оказывается адресная помощь огромного количества социально уязвимых групп населения, от многодетных матерей, инвалидов и так далее. Все это как раз таки свидетельствует именно о таком большом изменении парадигмы, новациях в этой сфере. И вот сейчас обсуждается не просто помощь, а вот именно такая системная адресная помощь малым и средним предприятиям. Мы видим, огромному количеству предприятий даются льготные кредиты, даются каникулы налоговые. Еще один уверенный шаг, чтобы сблизить власть с народом, президент сделал, когда заявил о начале курса либерализации политической системы. Он дает старт зарождению новой концепции, слышащей государство, открытое и прозрачное, которая призвана выстроить доверительный диалог государственных органов и общества. То, что новая власть, которая пришла мирно, развивает демократические принципы, выстраивая связь с гражданским обществом, заслуживает высокой оценки. Мы заметили, что в последнее время между руководством Казахстана и СМИ появились доверительные отношения, начался прямой диалог власти с народом. Параллельно президент выдвигает одну социальную инициативу за другой. Объявляет кредитную амнистию, которая коснулась более полумиллиона казахстанцев, им списали займы до 300 тысяч тенге. Далее поручил повысить выплату АСП многодетным матерям, а также зарплату медработникам и учителям. А еще своим указом разрешает вкладчикам ИНПФ использовать свои накопления на покупку жилья и оплату за обучение. Такие позитивные жесты моментально нашли широкие отклики даже за рубежом. Я с особым интересом наблюдал за инициативами и работой Касымжумар Татукаева. Чувствуется, что за год в Казахстане произошли значительные реформы, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса, развитие демократии, повышение уровня жизни населения, а также проведение социально-экономических реформ. Год президентства Касымжумар Татукаева был полон на трагические события, на которые первому лицу государства приходилось оперативно реагировать. Все началось с трагедии в Арысе, где взорвался военный склад боеприпасов, расположенный близ жилого сектора. Пострадавших жителей тогда президент поддержал лично, посетив место ЧП. Врачи здесь хорошие, вылечат вас, не беспокойтесь. Я специально прилетел, смотрел обстановку в Арысе. Продолжилась череда потрясений крушением самолета авиакомпании БКР под Алматы. В результате происшествия погибли 12 человек, десятки получили ранения. Спустя сутки после ЧП президент объявил 28 декабря днём общенационального траура. А уже в новом году обрушились новые беды – массовые беспорядки в Кордае, наводнение в Мактарале и вторжение коронавируса. 16 марта глава государства был вынужден объявить режим чрезвычайного положения. Регионы и города закрыли на карантин. Производства приостановились. Миллионы людей временно остались без работы и доходов. Касым Жумар Тукаев обратился к нации, заявил о выплатах социальных пособий в размере 42 500 тенге, оставшимся без работы. Во время карантина, чрезвычайного положения, мне была выплачена 42 500 тенге, помощь, потому что у меня в этот период не было заработка. В этом году, когда мы остались все по причине карантина без работы, мне дважды перечислили социальную поддержку. Кто подавал, у меня из всех знакомых, наверное, 90% получили. Поначалу были какие-то там задержки и так далее, а в целом получили все. Нам не задержали зарплату ни на день, это раз. Второе, все повышения, которые с января месяца нам все выплачиваются, и сейчас мы с уверенностью идем в отпуск. Акцент со время президентства Касым Жумар Тукаев сделал на сферу госуправления. По его инициативе был сформирован президентский кадровый резерв. Это позволило отобрать 300 молодых эффективных управленцев. Открытая виртуальная приемная, куда с жалобой к президенту может обратиться любой желающий. Кстати, Касым Жумар Тукаев активный пользователь твиттера, где он может написать даже об отставке Акима, который провинился. Особо запомнилось и решение главы государства ужесточить наказание за преступления против личности. Поправки значительно усилили защиту женщин и детей от насильников. Таким вот запомнились 365 дней правления нашего президента, за которые он проявил себя как эффективный управленец и сильный политик. За год президентства Касым Жумар Тукаев посещал Алматы с рабочим визитом дважды. В октябре прошлого года глава государства ознакомился с программой стратегии развития Алматы, которая направлена на привлечение инвестиций, создание рабочих мест, повышение уровня безопасности и улучшение инфраструктуры в городских окраинах. А уже в мае этого года Касым Жумар Тукаев посел ряд инфраструктурных объектов южной столицы, строящийся социальный дом, ботанический сад и вот этот новый центр модульного скрининга по выявлению коронавируса. Такой уровень внимания свидетельствует о важной роли Алматы в развитии экономики и политики страны. Город был и остается ключевым финансовым, культурным и деловым центром независимого Казахстана. Ильзат Акчурин, Мурат Айжанов, телеканал Алматы. Субтитры создавал DimaTorzok